Чтобы устроиться на государственную или гражданскую службу, необходимо пройти тестирование. Сделать процедуру еще более доступной решили представители окружного кадастрово-ресурсного центра государственной и муниципальной службы и многофункционального центра, заключив соглашение. Теперь ямальцы ответить на вопросы теста могут и на базе МФЦ. Альмира Новоселова расскажет подробнее. С начала этой недели лабытнанцы, желающие поучаствовать в конкурсе на замещение вакантных должностей государственной и гражданской службы, а также для включения в кадровый резерв органы государственной власти округа теперь могут пройти тестирование и выделение МФЦ. Оно включает в себя 40 вопросов. На каждый ответ дается по одной минуте. Тестирование граждан проводится на оценку уровня их базовых знаний. Знания русского языка, знания основ Конституции Российской Федерации, законодательства в области гражданской службы и противодействия коррупции. А также навыки и умения в сфере информационно-коммуникационных технологий. Услуга удобна тем, что пройти тестирование достаточно теперь всего один раз, а не в каждом исполнительном органе власти при подаче документов. Стоит отметить, что при себе необходимо иметь паспорт и телефон, на который придет логин и пароль для входа в систему тестирования. По итогу испытуемому полагается сертификат в электронном виде. Сертификат направляется на электронную почту заявителя, указанного в заявлении, в виде электронного документа, подписанной электронной цифровой подписью. Данный сертификат действует в течение одного года. Если вдруг заявитель не устроил результат тестирования, он может повторно обратиться только по истечении трех месяцев. Прийти в МФЦ можно в рабочее время отделения или записаться предварительно на прием можно на сайте mfc.yanau.ru или позвонив по номеру 8 800 2115, а также с помощью мобильного приложения или через терминал электронной очереди. Альмира Новоселова, Эдуард Захаров, программа «Время местное». Альмира Новоселова, Эдуард Захаров, программа «Время местное».